Привет, мои дорогие друзья! И вот вторая часть видео из Питера. После небольшой прогулки по Неве я, естественно, проголодалась и мне хотелось выпить горячего чая и скушать чего-нибудь очень вкусного, тоже из русской тематики. Поэтому я приземлилась в кафе Зингер, который мы уже с вами видели снаружи, и, листая меню, конечно же, выбрала себе что-то такое русское, что-то наше родное. Это были у меня драники со сметаной. А на десерт горячий чаек с медовым тортом. Вспоминаю, как мы его ели в Чехии, наслаждались. Здесь он был совсем другого вкуса, но не менее потрясающий, очень-очень нежный. Ну и снова в путь, сейчас будут уличные музыканты. Ну, вы уже знаете мою любовь к старине, к различным деталям. Я очень наслаждалась вот такими вывесками в старинном стиле с твердыми знаками или рассматривая в витринах старинные вещи, в том числе советского периода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, это была минутка лирики, минутка ностальгии к любимому городу и к родной стране. Но я иду дальше, гуляю и наслаждаюсь городом. Эти краски неба, просто что-то потрясающее. Действительно, и с погодой повезло, и такое небо, такой закат, всплески еще дневного голубого неба между лиловыми облаками. Это был действительно подарок природы. И вот такие вывески меня всегда очень впечатляют. Например, в этом доме жил и творил художник Крамской. Ой, друзья, а я даже не знала, что Англитер вот именно здесь находится. Это же тот самый отель, в котором либо закончил жизнь самоубийством, либо был убит Есенин. Вот так вот случайно увидела его возле Исакия. Я не удержалась и все же зашла в Англитер побыть в фойе. Интересные ощущения. Сейчас здесь отели, какой-то кинотеатр. То ли старые, то ли под старину сделанные двери. Мне так нравится, что здесь ходишь по городу и столько всяких выездок. В этом доме выступал Ленин, в этом доме жил какой художник? Кипренский, по-моему, я видела. Здесь на перекулке Столярном жил знаменитый путешественник Пржевальский. Сейчас это просто общежитие 3. Очень забавно, конечно, такое встречать на каждом углу. Исторические какие-то здания. Как вся Европа заболела этими биопродуктами, так же и здесь. Уже сегодня не первый раз встречаю фермерские продукты. Тоже распространились как тип продуктов. Друзья, я не удержалась и зашла в один из таких дворов. Знаете, мне такие дела напоминают дворы, вот как в фильме «Брат». Что-то такое, где они как раз эту бомбу самодельную взорвали в переходе. Естественно, эти фасады никто не реставрирует особо. Хотя нет, сейчас как раз парни тут реставрируют, но... Сами понимаете, в каком состоянии все равно это все останется. Потому что работает здесь непочатый край со всей этой старинной штукатуркой. Ну, мне кажется, вот это, как говорится, типично питерское такое. Вот такие подъездики. Окна вот где-то уже помененные, а где-то остались еще. Вот эти подъездные деревяшки. Вообще атмосферно, конечно. Подвальный этаж. Тут-то уж точно эти лестницы старые. Прикольно. В Германии, конечно, такого не увидишь. Еще очень много всяких названий и заведений в старинном стиле. Вот, например, один из представителей. Закусочная, мясная закусочная, рога и копыта. Ресторан русской кухни. Северянин. Я бы, честно говоря, с удовольствием зашла бы, что-то русское поела. Но сегодня я вот была в кафе Зенгер. Там была русско-европейская такая кухня. Ну, я бы еще что-нибудь скушала бы. Какой-нибудь борщ. Борщ оливье. Сырники. Что еще? Пельмешки. Друзья, смотрите, шарик живет своей жизнью. Я встретилась со своей приятельницей и знакомой. И мы идем по городу гулять. Сейчас начинается уже такая вечерняя тусня. Потом попозже должны подойти еще всякие разные люди. Вот. И мы зашли на главпочтамт здесь в Питере. Посмотреть на этот шикарный потолок. Удивительно, что здесь все так открыто очень долго. И можно действительно погулять. Посмотрите, каким золотом светятся здания главного штаба в Санкт-Петербурге. В таком ночном освещении. Это просто нечто. Как красиво. Ну, и как замечательно, что моя приятельница напомнила мне, что можно пройти также и между атлантов. Посмотреть на эти красивые мужские крепкие тела. Ночной город, конечно, выглядит совсем по-другому. Ну, и как вы понимаете, друзья, Питер – это не только классические здания, возвышенная атмосфера и большая-большая история города. Но это также и слово «блинг», которое мне сказали в предыдущем виде, что оно к городу не относится. Относится, относится. И также относится в Питере пить. Поэтому остаток вечера мы провели с новыми нашими знакомыми, расхаживая по питейным заведениям города. Да, Питер может быть разным. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»